Это, наверное, единственная ветклиника бесплатная в России. Расскажите, кто вас финансирует? Никто не финансирует. Пожертвования? Пожертвования людей, и с каждым днём всё хуже и хуже, потому что коронавирус. Вот, друзья, будущее СМО зависит от нас. Начинаем делать проект «Город Собор». Друзья, не будьте равнодушны братьям к нашим меньшим. Продолжение следует... Друзья, всем привет! Приехали с Алексеем в приют для животных «Верность». Валерий, в чём вы нуждаетесь, скажите, пожалуйста? Мы нуждаемся во всём абсолютно. Вы ходили по территории. Корм, деньги, опилки, дрова, каша. Любые стройматериалы, можно бэушный. Здесь найдём любым материалам. Придёт время, оно лежит, приходит время, и все любые материалы, даже бэу, они все используются по назначению. Крупы всегда актуальны. Если есть у вас такая возможность, можете или перечислить деньги, я отмечу приют, или привезти крупу, дрова, стройматериалы. Ну, уже более подробную информацию вы увидите на их сайте, и тогда задавайте вопросы, в чём они нуждаются, они вам скажут. Это, наверное, единственная ветклиника бесплатная в России, куда можно просто травмированную нуждающую собаку привезти и спокойной душой уехать, не заплатив ни копейки. Здесь её приведут в порядок, пройдёт курс реабилитации, сделают всё возможное, чтобы поднять на ноги. И чем больше будет людей помогать нам это делать, тем больше мы сможем большему объёму помочь. Сейчас в проекте планируется сделать бесплатную скорую помощь ветеринарную в городе. То есть не только для беспризорников, но и домашних. Это будет бесплатная скорая помощь, которая будет выезжать и помогать животным. Это интересно и тоже. Нужно быть бесплатно. Спасибо, Валерий. Друзья, не будьте равнодушны к братьям, к нашим меньшим. Валерий, сейчас мы собираемся заниматься волонтёрством. Вот расскажите, вы уже давно занимаетесь, как можно привлекать людей, помочь, например, ветерана Великой Отечественной войны, дрова поколоть, что-то привезти, поднести. И вот как поделитесь своим опытом? Надо искать тех, кому это не безразлично. Собирать команду, да? Это очень тяжело на самом деле. Даже те, которые приедут кому-то помогать, какой-то процент будет, ну, просто за компанию, ну, просто им это не интересно. А именно те, которые сами рвутся, это сделать. И вот эту группу людей, которые именно от души хотят, и рвутся. Расскажите, кто вас финансирует? Никто не финансирует. Пожертвования? Пожертвования людей. И с каждым днем все хуже и хуже, потому что коронавирус все-таки долбанул. Первая волна у нас не тронула, вторая тронула, потому что люди сами в чем-то себя стали ущемлять, в том, чего раньше не ущемляли. И вы отловом не занимаетесь? Вам только привозят животное? Ну, вот сейчас по отлову, через две недели будет язв. То есть вы будете отлованы? А, еще конкретики нет, да? Еще нету, мы еще. А вы знакомы с ситуацией в Смоленске по бездомным животным? Сколько здесь особей вообще? Проблема это не проблема. По данным горовинстанциям около 10 тысяч. 10 тысяч собак. Около 10 тысяч. Смотрите, это забородованный у нас рентген свой. Старенький, но безотказный. Передвижной рентген. УЗ-шка вот такая современная самая. Неплохо. Да, да. Миндрей. Это неплохо УЗ-ки, да? Даже с кардио-датчиками. Кстати, аппарат неплохой, да. Новый, абсолютно. Но у нас дарили ли вы сами такие? Это нам подарило фирма Ланит Московская. Она занимается электро-байконуром. Электро-кодовые замки вот этого с разработкой. И они за нами долго следили. Они позвонили, сказали, мы хотим от фирмы вам деньги перевезти. Мы сказали, ни в коем случае даже руками трогать не будем. Купите нам медицинское оборудование. Насколько пожелаете? На 10 тысяч, значит на 10 тысяч рублей. И когда пришла посылка, там был вот этот аппарат, там была полуавтоматическая биохимия, анализатор, анализатор мочи, анализатор крови, микроскоп, Миндреевская. И все это самое... Миллионатричное. Самое такое. Это хороший объект. Почему они... Мы отказались, потому что дыр очень много, денежных, они произошлись, и ничего бы не было. Поэтому лучше... Такие зубы руками не трогать. Понятно, никогда такой аппарат не купите. Все разойдется на еду. И почему они... Люди подарили это, фирма подарила, потому что они знают, что мы на этом деньги делать не будем. Здесь это... Если будут смотреть какое-то животное, даже домашнее, будет бесплатно. Мы никогда не огласим список. Это не для бизнеса. Но у вас все бесплатно, как я понимаю, здесь. Ну, какие-то услуги и есть. Если я увижу зубы раненую, привезу к вам, Все, вроде уехал. Все, не забудем. А вы сделали операцию на восстановление здесь, она у вас остается. Если она не сможет после операции передвигаться, она уже навсегда здесь. А как, если вы вылечиваете собаку? Ну все, в хорошем состоянии. Вы просто отпускаете ее? Нет, сначала вам позвонят. А, вы мне позвоните. Скажу, что будем делать? Я должен ее или себе забрать? Ну, человек, который привез. В то же место. Знаете, очень часто бывает, перевозят собак, забитых переломанных, и буквально на следующий день, через день находится хозева. Хозева потеряли свою собаку, дворняжка, но это его. И они начинают обзвание. И они все равно здесь наличаются, и потом хозева забирают. Валерий, сколько у вас самых активных волонтеров? Сколько людей? Это трудно посчитать. Почему? Потому что постоянных, таких, чтобы каждый день были. Тут, то есть, чисто рабочий персонал, определенное количество. Все остальные, они могут приезжать каждый день, могут приезжать раз в месяц. Раз, но они постоянно. Они заходят, берут собак, выгуливают. То есть, они взяли 2-3 собаки, выгуливали, пришли, оставили, взяли других собак. Какой-то день, недели, да? Нет, в любое время. Можно в любой день приехать, в любое время помочь. В любое время абсолютно. За неделю сколько людей приезжает? По-разному. Раньше выходные, тут карьер парковаться не было. Раньше. А сейчас, не знаю, с чем связано, все начинает падать. Либо это дача, либо это сезон отпусков, либо еще что-то. Ну, все подупал. Все животные являются имуществом. Домашняя собака является имущество того человека. Если что-то с ней случилось, судья рассматривается как имущество, а не как собака. Там, взбитая или еще кто-то. Беспризорные собаки, они являются государственным имуществом. И еще позапрошлом году, то есть, если кто-то просто отловил, то есть, если в государство захотел, он сказал, что вы трогаете? То же самое, как косуля, лось и все остальное. Так же самое и собака. Является государственной. Вот, друзья, будущее собак зависит от нас. Сколько мы сможем денег пожертвовать, корма, столько они здесь и будут жить. Потому что зарплату рабочим надо платить. Другим каким-то там компаниям уже обслуживают здесь. Правильно? Врачам. Ну, всем-всем-всем надо платить. И собак надо кормить. У кого есть такая возможность, приедьте в приют верность, ссылочку оставим, и помогите. Чем можете, даже просто корм привезите, мешок, это уже будет приятно. Кстати, если у вас будет такая возможность, там, тысячу рублей, пятьсот рублей, знаете, с миру по нитке, и будет добро. То есть, они гуляют, захотели на улице, захотели... Нет, это рабочие собаки, дрессированные, может быть, вы видели... На колхожной площади, да, да, да. Это эти собаки. Они подходят, у них здесь ведерочка висит, да, подходят и пожертвования просят. Это рабочие собаки, и дайте я расскажу, я немножко знаю, когда собака умирает, рабочая, ей устанавливают памятник. Я сейчас покажу. Сейчас покажу вам. Вот видите, какое уважение к собакам, которые спасают бездомных животных, и им прямо памятник. Это собаки-герои, это пионеры этого приюта. На самом деле, пока здесь не лежала плитка на бетоне, она все впитывается, и при малейшей тепле ничего не уберешь. Не из-за того, что не убирают, а из-за того, что это бетон. И вот нам подарили плитку. Это Этуаль делала ремонт в Галактике. Это бэушная плитка. И они сказали, либо забирайте, либо выкидывайте. И прошло время, год-полтора, они делали ремонт в Максе. Это та плитка, которая на ферме. Вот эта вот. Это не в состоянии ни с какой-то такие объемы. Это тоже бэушная, и они вместо чтобы выкинуть, то есть люди чем помогают? Люди помогают бэушными стройматериалами. Вот эту вот плитку, где мы такую площадь плитки как я понимаю, он в красную плитку привозит, а вы же делаете свое творчество. Это битая плитка, остатки. У кого-то лежит 3-4 плитки, вроде и новая, и выкинет жалко, а она годами лежит. И люди вот сюда привозят, и вы из этого. Нам важно, чтобы это было обрабатываемо. Чтобы не красота, а получилась красота. Еще и свой стиль. Свой стиль получился. А получился... грамотное русло. Ну да, это что же надо? Мозаику собрать. Мы начинаем делать проект «Город собак». Я сейчас покажу, утопился домик. Домики, да? Они двухэтажные. Пойдемте ближе. Руколе подойдем. Смотрите, технические характеристики. Они из пеноблока на плите. Их можно даже двигать, шевелить. 8 тонн они весят. То есть, кран спокойно может переместить, а развернуть. Они двухэтажные. Там электрические теплые полы. То есть, зимой при минус 20, там плюс 15. Там подсветка на каждом щиток в доме. И труба с дымоходом. То есть, можно сделать, запустить его так, что будет дым с трубы, как будто в баню топят. Для чего это делать? Для шайфа. Для того, чтобы как-то привлечь свое внимание, вот эти домики будут улицами. В центру будет площадь. Там с ратушей, где тоже будут житься мать. Чтобы привлечься к чему-то необычному. И когда там говорят, ого, домики по 150 тысяч, типа, лучше бы там крупы купили, мясо или еще что-нибудь. Я задаю следующий вопрос. Жутко? Обратите внимание на будь. Состояние. Каких висок-то нету. Это деревянные. Они рассыхаются. Они холодные. Они разгрызаются со временем. То есть, за 2-3 года... Еще один вопрос. Будку организация не будет там делать. Мы это будем делать. Либо нанимать, сами колотить кого-то, либо еще что-то. А домики? Там доставлюся бесплатно. Хорошо. Кто в домиках убирается? Персонал. Кто вот здесь убирается? Обратите внимание, сколько собак? И... Чисто. Сколько у вас человек работает, да, вот чтобы всю эту территорию убрать? А, убрать? Один человек. Один человек убирает всю территорию. Вот это вот один человек. И на ферме получается 2 человека. То есть, 3 человека чисто убирают отходы от зуба. На это много времени не надо. Сколько средств вы выделяете на оплату электричества в месяц? Зимой это больше. От 15 до 25 тысяч. Это электричество. Если домики постоянно отапливаются... А, немного не берут. Конюшни отапливаются. У вас же, по-моему, раньше дровяная. Она там дровяная. Она дровяная, да? И со света светодиодной. Как вас зовут? Мы так и не познакомились. Полина. Соня. Максим. Павлик. Полина, Соня, Павлик. Павлик, куда ты побежал? В магазин. В магазин ездишь, Павлик. Так, ну, у меня есть для вас подарок. Машина? Машина. Так. Да, вот эту машину можешь забирать. Как вы думаете, что я хочу вам подарить? Павлик, иди сюда. Павлик, не трогай. Это чужая, так кто приехал в мошку. Может, тебе забраться. Па-бам! О! Игрушки. Смотрите, какие. Черт, я собака. Смотрите. Пес! Забирай. Это червы не пёс! Мой пёс! Так. Сейчас я достану. Давай. Смотрите. Давай тебе что-нибудь подарю. Павлик. Павлик. Панду. Панду хотел, Павлик. А что случилось? Что плачешь? Вот, Андрей. Пригодились твои игрушки. Паш! Паш, держи! Смотри, Мишка, какой красивый. Паш! Не плачь. Чего ты плачешь? Спасибо. Не за что, ребята.